Диагностика нейроэндокринных опухолей Сегодня очень расширился с возможностью молекулярной визуализации То есть молекулярная визуализация нам помогает дополнительно к биомаркерам, которые у нас есть на распоряжении Другим методам акросекционной диагностики Все-таки доказывать, что эти опухоли, которые выглядят абсолютно как аденокарциномы, другие классы опухолей Они все-таки имеют нейроэндокринную природу И вот вы видите, что с ростом диагностических возможностей, как резко повышается рост доли нейроэндокринных опухолей В структуре онкопатологии, прежде всего кишечника, легких и других локализаций Наши диагностические возможности сегодня, конечно, в основном широкие Они и в связи со аффект-диагностикой Очень здорово, что вместо актериотида, который ушел, собственно, за завершением производства Индия У нас пришел набор на технице, актериотид, который, да, дороговат, но он все-таки закрывает поле аффект-диагностики нейроэндокринных опухолей И сегодня встал практически вместо этого предыдущего изотопа МАБЖ у нас никуда не исчезал Он, к сожалению, нет терапевтического аналога и нет аналога азидры Но это только сожалеть и надеюсь, что он появится нашими общими усилиями И, конечно, методы, которые нам дополняют диагностики в виде ФДГ и ДОПА Которые позволяют нам метаболически раскрасить опухоль, которая подозревается или исключается как нейроэндокринная Сразу обращу внимание, что мы, по сути, смотрим второй рецептор Второй класс тип рецептора Это наиболее экспрессированный, как правило, нейроэндокринный любой локализации Даже особенно в легких И второй, так сказать, пятый рецептор – это заслуга других легандов Но в целом второй, пятый рецептор – основные драйверные экспрессии рецептора, которые мы видим на синтеграмм Собственно говоря, так выглядит физиологическое накопление изотопа И патологическое накопление появляется, собственно, не только при нейроэндокринных опухолях Классических, но и таких вот этапированных, по сути, нейроэндокринных опухолях Как при медулярном раке щитовидной железы, при хромофинных опухолях Но там всё-таки степень экспрессии, она меньше, как правило И поэтому мы опираемся на такое пороговое значение маркера При медулярном раке это значение калистонина больше 150-250 в зависимости от рекомендаций Сразу хочу сказать, что никакой альтернативности или противостояния аффекта ПЭД в принципе нет Это комплементарные методы И радиотероностика, она, собственно, обеспечивает их дружелюбность и их взаимодополняемость И вы видите, как они лидируют по сравнению с… Они добавляют КТ, они добавляют КМРА И, конечно, они взаимодополняют друг друга во время этапа диагностики, дезипетрии и, собственно говоря, терапии Это всё этапы радиотероностика И в зависимости от локализации опухоли и от степени дифференцировки Вы видите, как варьирует вот эта вот комбинация этих методов наиболее информативных Что идёт в первую, что в вторую линию, вы видите, что это уже отработано, это в рекомендациях содержится, в монографиях И это, по сути, то, что сегодня нам позволяет выбирать наиболее, скажем так, вероятный или наиболее информативный метод В первую линию, если он не срабатывает, делать двух-трёхфазные исследования Так или иначе, мы хотим мало того, что доказать локализацию Мы хотим ещё и увидеть степень акцепции этих рецепторов к этим рецепторам И увидеть потенциал радиотероностики И вы видите, как распределяется, собственно говоря, то, о чём говорили предыдущие докладчики Те самые леганды, которые в диагностическом этапе, да, галии или фтора Они позволяют нам скринировать эту группу, доказать, выбрать когорту для тероностического этапа И дальше персонализированно уже подбирать тероностики на этом же леганде Что очень важно Этот же леганд уже, то есть не может переноситься 11-й леганд и 107-й леганд на 617-й или на НТ Это не прямая трансфекция Поэтому давайте говорить всё-таки о преемственности леганды Тот же самый леганд, который мы видим диагностически, также работает терапевтически Иначе просто это домыслы С эндокринной точки зрения очень важно, что эндокринные опухоли разной локализации и природы Они имеют разный метаболический профиль И если мы понимаем, что может быть в крови, какие биомаркеры, которые более тропные Например, при гастрономе или глюгогономе или, так сказать, опухоли при медулярном раке Мы, соответственно, и подбираем соответствующий биомаркерный профиль для этих пациентов И степень экспрессии того же наиболее универсального хромогранина А Даёт нам очень хороший маркёр циторедукции во время лечения И, конечно, иммуногистохимия, которая для нас является, собственно говоря, главным золотым стандартом Но, к сожалению, иммуногистохимия даёт информацию только по одному очагу, в котором мы взяли биопсию А по остальных очагам мы информацию не получаем И в свете гетерогенности опухоли это ограничивает некоторые наши диагностические и терапевтические возможности Несколько иллюстраций того, как важно не только видеть, но и думать, и интерпретировать то, что ты видишь Гастреномы. Чаще всего они часто диффузные, часто наследственные Поэтому, если мы видим их все, то мы, соответственно, имеем возможность для выбора а тактики лечения И для возможности прецизии для этого лечения Это классно для хирургического лечения Вот, собственно говоря, на КТ мы видим просто очаг, который может быть и артефактом абсолютно И дубликатуры сосуда, структуры, что угодно Но ПЭТ или АФЭК точно нам говорят, что это метаболически активный очаг И это не орган выведения, и это однозначно патологический очаг нейроэндокринной природы Локализация по кишечнику может быть где угодно И не только Мы знаем опухоли Меркеля Это локализация практически в любой части, в любой части кожи ткани человеческого организма И у нас есть уникальный опыт, опубликованный, доложенный на ИНМ По остеолитическим опухолям ФР-23 Но я в этот доклад это не включил, потому что тема отдельной презентации Вот тот тезис, который я вам до этого озвучил Как он подтверждается? Два исследования абсолютно одинаковые Это АФЭК КТ одного и того же пациента с разными метками АФЭК и ПЭТ Найдите одно отличие, хотя бы одно отличие, кроме цвета Вот коротко то, что я обмолвил свою ФР-23 опухоль Остеолитические, так называемые, воспитанические Вызывающие линии с остропростной ткани, диффузной Могут находиться где угодно Смотрите, локализация подкалетной ямки в своде черепа На самом деле это диагностика первичного очага Это больше половины пациента позволяет спасти практически жизнь То есть удалить хирургически локализованный процесс Они не часто метастазируют И избавиться от метаболических осложнений Феохромцитома, что мне говорить Это отличная, всем известная хорошо патология Всем, кто занимается молекулярной визуализацией Очень бывает сложно ее найти Так вот, феохромцитома – это нейроэндокриноп Прихромофинной природы Ее надо смотреть, можно увидеть и на MIBG И на дектериотиде Или на галии дутатейт К примеру, дутанок В целом я бы рекомендовал сегодня Отталкиваться от понятия, так называемые Самостатин-рецепторная диагностика Самостатин-рецепторная терапия Как и аналогично, как ПСМА-рецепторный И ПСМА-легантная терапия Потому что принцип – это все-таки визуализации Так он комплиментарен Это вопрос только чувствительности методов Но никак не специфичности Вот вы прекрасно видите локализацию Метастазом первичного очага Рецидивного продолженного роста И метастаза феохромцитома И, конечно, это видно достаточно При такой визуализации Достаточно просто подбирать тактику лечения И оценивать ее эффективность Рак легкого, который очень часто Скажем так Мы воспринимаем исключительно Как аденокарциномы Низкодифференцированные На самом деле может быть Неродокринные опухоли И только методы молекулярной визуализации По сути нам могут обеспечить Топическую визуализацию И дифференциальную диагностику Помимо симптомов, которые мы ранее не прислушивались Однако они могут быть проявлением Этого же самого болезни И при том, когда мы сопоставляем У нас пазл наконец сходится Пересмотр гистологических препаратов По СМА Конечно, дает очень важную картину И, конечно, мы имеем определенные корреляции При ФДГ и при ДОТАТЕЙТ Например, индекса вот этого КИА-67, индекса пролиферации И опухолемаркеры нам в этом отношении О крови помогает Собственно говоря, оценить опухолевую массу И ответ опухолевой массы на лечение Очень чувствительный, довольно специфичный Маркер при лечении Вот, собственно Множенные метастазы печени Локализация прекрасный вид Как хорошая, очень контрастная картинка Никакого повышенного накопления Все четко визуализируемо На КТ вы никогда его не найдете Если посмотрите, я вам закрою верхнюю картинку При верхней картинке она прекрасно визуализируется Собственно, то, о чем мы сегодня говорим И терраностика, да, или радиотерраностика Важнейшее такое вот Я бы назвал новое дыхание персонализированной медицины Которое нас всех подружит в итоге Нам очень нужны реперные точки Нам очень нужны коммуникации Нам очень нужны, скажем так Новые радиолеганды Которых в России, к сожалению, пока нет И зарубежный опыт показывает, что огромный вклад Моно, только моно-вклад, да, моно-метода По сравнению с другими Если специально сопоставлены методы других химиотерапий Какой огромный вклад дает радиотерраностика А если он в сочетании с другими методами То, конечно, этот вклад усиливается И другими компонентами лечения Но вот если сравнивать даже знаменитое исследование НЕТР-1, которое произвело в фурор В 2017 году на АНМ и на других форумах В теории вклад не только без рецидива Но и в общем выжимаемость больных В пробеге третьей фазы И короткий слайд В отношении преимуществ радиотаргетной терапии Они, безусловно, они дополнят И усилят химию, таргетную терапию Которая, в принципе, достаточно становится Не столь эффективной, как первые линии Дают небольшие дельты, при этом токсичность И стоимость их космическая Радиотаргетная терапия Она более дешевая Более на сегодняшний день Селективная, более таргетная Она при этом тоже системная И вопрос о доступности ее Это уже вопрос нашей компетенции Она не снижает эффективность других методов И уже переходит, мигрирует С третьей, четвертой линии Во вторую и даже в первую Терапия телетоксикоза Это первая линия в Великобритании в Канаде Собственно, это все Я надеюсь, я вложился в регламент, как и обещал Великобритании в Канаде Великобритании в Канаде